Всем привет, ребята, с вами Влад, и в этом видео поговорим с вами, почему сложно доставать деньги с интернета, почему сложно зарабатывать там на разных схемах, почему не каждому человеку это получается, и в этом видео, собственно говоря, обо всем этом разберем более подробно, так что смотрите до конца, не переключайтесь, и, надеюсь, досмотрев до конца видеоролика, вы узнаете для себя что-то интересное. Итак, первое, с чего я бы хотел, наверное, начать, это то, что нужно определить для себя, что вы действительно хочете, вот, к примеру, должны быть понимать, что деньги быстро не даются, они быстро не приходят, и если вам нужно заработать деньги в короткий срок, неделя, там, месяц-два, то, в принципе, набирать в YouTube или где-то в интернете запросы о том, как заработать деньги в кратчащий срок, это, это, наверное, ну, неправильно, к примеру, вот, есть такие вот заработки, как арбитраж трафика, вот, там, к примеру, криптовалюта, инвестиции и прочие вещи вам просто не нужно, потому что за короткий отрезок времени вы просто, ну, не вложитесь, и вам просто не получится, вы будете выгорать от этого всего, ну, это, ну, крайне малый процент людей, которым, короче, за малое количество времени что-то удастся заработать. Так что, наверняка, вы ничего не заработаете, просто потратите свое время, поэтому, когда вы только озадачились тем, что вам нужно зарабатывать какие-то деньги, вот, если вы озадачились, конечно, некоторым людям все равно, и еще главное, если вы задумались зарабатывать деньги в интернете, не ходя, там, на физическую какую-то работу, да, там, на фабрику, завод, только, вот, в интернете, то вам нужно задать себе такой вот вопрос, готовы ли вы потратить большое количество времени, скажем, там, год-два на изучение разных вещей, то есть, готовы ли вы связать свою жизнь с построением заработка в интернете? Это, короче, главный вопрос, в принципе, в этом видео, вот, вот, в этом, в этом, короче, должны в первую очередь разобраться, готовы ли вы потратить много времени, потому что у меня, как было, я вообще старался не лезть сюда, старался в это все не вникать, у меня было первоначально YouTube, американский YouTube, то есть, делать, вот, разные видосы интересные, там, для людей, там, скажем, со всех стран мира, которые разговаривают на английском языке, найти для себя нишу, и просто пилить, вот, видеоролики, зарабатывать на этом деньги. Ну, так уж сложилось, что я нашел для себя приложение STPEN, к сожалению, или к счастью, и начал по чуть-чуть в этом всем разбираться, там, открывать себе биржи, там, вот, FTX еще не открыл, у меня есть Binance, вот, и хобби есть, и еще есть одно, короче, B, как BNB называется, ну, ладно, вот, и вы, короче, должны четко, вот, понимать, это все. В принципе, я бы поделил людей на два варианта, вот, первые, которые хотят заработать короткий промежуток времени, и им либо не удастся, либо удастся, хотя какая-то крайне вероятно, что им удастся, и те люди, которые готовы потратить много времени на это все, смотреть графики, можно так сказать, как раздубляться в этом всем, и в дальнейшем изучая это все на своих навыках, конечно же, зарабатывать какие-то денежки. Например, в степени я, короче, изначально я был на BNB, и я был на Solana. На Solana я ушел в минус, а на BNB я, можно так сказать, почти ушел в ноль. Вот, естественно, это оставило какой-то осадок, ну, соответственно, оставило какие-то знания. Дальше я заработал в районе 200 долларов на приложении SweetCoin. 100 долларов я заработал за рефералов, и 100 долларов я заработал из-за того, что я 10%, короче, вывел на биржу, и там ее продал по 0,9, по-моему. Также для тех людей, которые бы, наверное, хотели заработать деньги в кричащие сроки, я бы, наверное, советовал какие-то работы как фрилансер. Например, набираешь текст, попечатаешь текст, и за это зарабатываешь. Либо менеджер в какой-то компании, либо там какой-то магазин, к примеру, он продает какие-то вещи, и вы будете принимать заказы, отправлять вот товары, заниматься можно вот так вот, так вот сказать. Техподдержка, техподдержка, колл-центра, доставка еды, и вот все такое вот, прочее. То есть сидите себе вот за ноутбуком, там вот, и следите за этим всем. Издаму, короче, работу. Довольно-таки, я бы сказал, даже неплохо. И так вот, реально, в короткий промежуток времени, там, в 2-3 месяца сможете какие-то реальные деньги заработать. Так что... Также вот есть люди, которые, например, как я, да, там, залетали в Степан, и они вкладывали туда большие деньги, некоторые даже брали кредиты, вот, вкладывали туда большие суммы денег, и потом, конечно же, все, к сожалению, теряли. И после этого они, короче, задумывались, как в кратчайшие сроки, типа, заработать, отбить то, что они потеряли, вот. И, соответственно, это, да, такой жесткий вариант. В таком случае, к сожалению, у вас, вот, ничего не получится быстро заработать деньги, потому что без знания, опыта, вложения, вот, я потерял что-то в Степине. И, вот, мне изначально была такая мысль, почему, блин, за что он платит? За что он платит? Почему он должен мне платить вот деньги? Но это получается как пирамида, потому что люди, которые заходят подо мной после меня, они платят, соответственно, мне. А я плачу тем людям, которые вот сверху. Так что это в каком-то роде, вот, да, финансовая пирамида. Так что первая ошибка людей, которые входят в схему заработка в интернете, это желание заработать деньги быстро. Вот это, в принципе, невозможно. И второй путь, если вы ответили себе на вопрос, это построить себе карьеру специалиста. Я вам быстро наведу сейчас такой вот пример. Люди учат английский язык, поступают там на какие-то курсы, берут курсы по программированию, и в результате после прохождения там двух-трех лет, может, даже больше, они зарабатывают хорошие деньги. Там начинают, например, с джуниоров. Эти что, джуниоры, которые начинают только, и они проходят дальше, дальше, дальше и зарабатывают хорошие деньги. Ничего просто, не то чтобы просто, а ничего в кратчайшие сроки так быстро не дается. Вот, переходим дальше. Итак, мы плавно переходим ко второму пункту, и во второму пункту я бы вам, наверное, сказал о том, что люди ищут какую-то готовую схему, да, они даже готовы, они ищут ребят, которые продают готовую схему, по которой схеме можно зарабатывать реальные деньги. Вот, что люди ищут, они не хотят запариваться, они хотят просто отдать, например, вот столько капусты и заработать вот столько капусты. Они ищут схему. И это, наверное, вторая очень большая ошибка, потому что вам нужно, можно так сказать, острить свои навыки. Вы должны там учиться быстро печатать, скажем, английский язык, потому что вот на английских сайтах крутится больше денег. Вы перегоняете там, например, трафик, тот же арбитраж, и, соответственно, на трафике зарабатываете. Трафик дороже где? Соответственно, в англоязычных странах. Например, даже не нужно далеко ходить, взять тот же YouTube, если снимаешь на русский YouTube, зарабатываешь в общей копейке, да, а если на Америку снимаешь, это гораздо больше, скажем, ну, не знаю, за тысячу просмотров на русские каналы там доллар, а на американские за ту же самую тематику, потому что есть еще разные тематики, скажем, 5 долларов. Также и с трафика. Вот, разные ниши, вот, и... Также, ребята, смотрите, мы затрагивали с вами тему арбитраж трафика, и арбитраж трафика подразумевает под собой, что мы должны четко оперировать трафиком. Если вы заходите в арбитраж, вы должны дешево где-то его находить, да, и, можно так сказать, ищи бесплатно, и правильно им пользоваться, манипулировать. И потом таргетированная реклама, контекстная реклама, какая там еще есть реклама. Можно так сказать, учиться тому, ну, я уже повторяюсь, как доставать его вообще за копейки, за 0 цент, можно так сказать. И... Также подведу такую вот черточку. Все, что я сказал, вот, в пару словах. Вы учитесь правильно манипулировать трафиком, арбитражем. Вот вы это взяли, да, оно уже у вас. Вы выучились на это все, вы знаете, как. Потом берете схему, покупаете, либо находите. И все соединяете, и на этом, можно так сказать, зарабатываете. В этом вся суть. Пользуйтесь, ну, учитесь манипулировать трафиком, где его взять, подешевле. Вот. И схему, берете схему, и соединяете, и зарабатываете на этом. Третий пункт, ребята, это то, что не ожидая быстрого результата. Потому что все мы хотим как бы быстрее заработать деньги, но, к сожалению, не всегда это случается. К примеру, вот на том же Свиткоине я его установил, можно так сказать, почти год назад. И только пару месяцев назад, как начал с него какие-то деньги зарабатывать. Это прям катастрофическая проблема у всех ребят, которые заходят в заработку, пишут в поисковик какие-то схемы, чему-то обучаются. Можно так сказать, пробуют день, там, два. Но у ребят этих там что-то не получается. И они просто уходят вообще из заработка в интернете. Или просто забрасывают на какое-то время. И, соответственно, они потеряли свое время в этой нише. И ожидать быстрого результата, это означает сразу же прийти к провалу. Потому что, ну, так не бывает. Все и сразу. Это нереально. Есть крутые ребята, короче, которые, ну, блогеры, которые, например, связывают это с походом в зал. То есть они ходят в зал, там, занимаются, но не видят никаких результатов. А, к примеру, проходит там уже какое-то время, там, по истечению года, там, полтора. Они осматриваются назад. Или, ну, даже смотрят сейчас, в какой они форме. И они реально просто офигевают. Также, ребята, и вот в этом заработки в интернете то же самое. Оно все приходит постепенно. Ничего не приходит сразу. Вот это как банально, как в тренажерном зале, да, занятие там на каком-то тренажере. И четвертая ошибка, которую допускают люди, это то, что существуют разные схемы заработка в интернете. Буду честен с вами, я только вот начинаю в этом всем разбираться. Но уже точно для себя понял одно, что вот существуют разные схемы, да, и люди спрашивают друг у друга, а работает ли сейчас эта схема, либо та схема, или работает ли. Это все-таки логично, да. Зачем куда-то ввязываться, заходить, если можно просто спросить у человека, и человек как бы типа тебе подскажет, работает эта схема или нет. Но, зачастую, бывает так, что у людей не хватает, например, навыков, скиллов. Так что, по большому счету, большинство ребят, которые вот узнают друг у друга, работают та схема или та, они просто даже не пробуют, не начинают, не обжигаются, не узнают ничего нового, и, соответственно, они не могут как бы подниматься выше, нарабатывать скиллы. К примеру, к моим видеороликам есть реферальные ссылки, через которые ребята, когда переходят, они получают от меня какие-то бонусы, и, соответственно, я тоже с ребят получаю какие-то бонусы, когда они, например, там вводят себе там на биржу какие-то денежки, я тоже получаю какие-то маленькие отчисления. И, например, по этим реферальным ссылкам, когда ребята переходят, я могу посмотреть, как у них там, например, слаживаются дела. Вот, к примеру, у меня есть видео, называется «Револютбанд», и я его открывал в Чехии, вернее, я его открывал в Англии, но открывал я его, получается, на Чехию и на чешский номер, и у меня там, короче, все в чешских кронах. И мне за одного реферала дают тысячу гривен. Ой, тысячу чешских крон, вот, тысячу чешских крон. И я в видео ребятам сказал, переходите по моей реферальной ссылке, используйте, не используйте, а делайте все, что там написано, то есть регистрируйтесь, проходите идентификацию личности, verification, заказывайте карточку домой, она стоит в районе, ну, немного она стоит, делайте покупку в общую стоимость, там, в районе 200 чешских крон, и вы получите, ну, у вас будет банк, хороший, очень крутой банк, рекомендую, и вы от меня получите 500 крон. То бишь, я заработаю 500 крон за реферала, и вы заработаете. Я, получается, то, что поделился с вами этой информацией, заработаю вот эти вот деньги, а вы заработаете, потому что вы это все проделали, да, и также вы можете взять своего друга, знакомого, подругу, девушку, там, своих родителей, и сделать им то же самое, открыть вот эти вот банки, и с каждого там заработать, вот по тысячу, там, не знаю, какой валюты, с какой стороны вы, да, по тысячу, и можете с ними поделиться, либо там просто конфеты купить, или вообще это вас, это вообще на, ну, это все на вас, на вас, короче. It's up to you, как говорится на английском. Также последняя, пятая ошибка, которую совершают большинство людей, это когда люди находят какую-то схему заработка, они считают, что если она открытая, да, если она не платная, то по ней нельзя заработать какие-то вот деньги. На самом деле, это, короче, полнейший бред, и саждение людей, вот, которые вот так вот говорят, это те люди, в которых ничего не получилось, потому что если ты спрашиваешь, к примеру, там, у Васи, получилось ли тебе заработать на этой схеме какие-то деньги, он отвечает нет, это означает, что лично он со своими знаниями, финансами, умениями не смог по этой вот программе заработать вообще ни копейки. Это не означает, что схема не работает, и почему схемы, которые были выложены много лет назад, как вот, например, файлы-обменники, дейтинг, как до сих пор некоторые ребята, мне попадаются в рекомендациях видео, да, и я вижу, ну, смотрю, что они реально зарабатывают на этом денежку. Дропшопинг уже прилично давно работает, арбитраж, дейтинг, контакт, телеграм, много времени все это работает, гемблаз фейсбука, вот у меня есть двоюродный брат, он занимается фейсбуком, и у него там есть какие-то партнерки, и тоже я знаю, что иногда он зарабатывает хорошие деньги на этом, можно так сказать, как трафик перегоняет, да, вот этот арбитражник, и на своей партнерке, можно так сказать, зарабатывать какие-то денежки, даже иногда, ну, неплохие. В принципе, много, я знаю, ребят, которые говорят, это уже помятые источники, на которых уже ничего не заработаешь, но все почему-то дальше берут и зарабатывают. И подводим, ребята, быстрые итоги, и заканчиваем это видео. В следующий раз, в следующий раз, когда ты захочешь зарабатывать какие-то вот деньги в интернете, да, будешь зарабатывать, вот эти вот пять ошибок, которые я назвал, постарайтесь их отключить. Постарайтесь вот их отключить полностью. Все делайте полностью, исключая их, чтобы ты прогрессировал максимально качественно, и не наставая на те же самые грабли. Так что подписывайтесь, буду в дальнейшем интересные видеоролики. С вами был Влад, до скорой встречи. Продолжение следует...